Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и сегодня мне довелось побывать на фильме Хоббиты. Битва о пяти воинствах. В общем, я этот фильм ждал очень-очень давно, с того момента, как я посмотрел прошлую часть. И вообще, я давний фанат творчества Толкина, я в детстве эту книгу читал, и поэтому мне особо приятно было смотреть этот фильм, как и, в принципе, всю трилогию Хоббита. Что самое интересное, я долго-долго это откладывал, то есть, смотрите, все эти три части, потому что я боялся, что будет в разы хуже, чем Властелин колец, потому что все-таки идет время, меняются люди, меняются потребности зрителей, поэтому я думаю, что будет уже совсем другое, будет какая-то совсем уж попсовая сказка, но оказалось, что первые две части были очень и очень хороши. И вот сегодня я в ожиданиях весь пошел в кинцо и смотрел 2 часа 24 минуты фильма Хоббит 3. Ну что же я могу сказать? Сразу некий такой вердикт. Если вы любите фэнтези и любите Толкина, то вы, ну, просто обязаны это посмотреть, просто обязаны. Но если вы любите что-то другое, какие-то некие другие киножанры, а к фэнтези вы относитесь нейтрально или холодно даже, то думаю, что фильм вам, скорее всего, не понравится. Да, там потрясающие съемки, в принципе, хорошая игра актеров, таких вот, чисто визуально этот фильм вообще хорош. Но вот мне, как человеку, который смотрел все части «Властелин колец», даже режиссерскую версию третьей части про короля, которая шла 4 часа, по-моему, 20 минут или 12 минут, неважно. В общем, очень долго шла, я смотрел полночи, выпил, наверное, блядь, 3 термоса кофе, но неважно. В общем, я считаю, что Хоббит 3 самая слабая часть из всех этих 6 получается. И вот я даже на бумажке набросал некие минусы этой части, сейчас я немного опущусь и вам их назову. А первый минус, который мне понравился, то, что все действие фильма происходит около горы. То есть, если все прошлые части были неким приключением таким большим, масштабным, то есть герои там по всему Мордору гуляли, там по всему Рохану, то есть по всей карте они гуляли туда-сюда, то в этом фильме, в этой части все около горы происходит, все, больше мест действия нет никаких. Поэтому это мне такая местечкость, мне не особо понравилось. Дальше. Много экшена, очень много экшена. То есть, я люблю батальные сцены в «Властелине колец», в «Хоббите» тоже они очень хороши, но всего должно быть в мере. Тут их просто чрезмерно. И что вытекает из этого минуса, еще один минус, то, что очень мало диалогов, реально очень мало таких вот сцен, где главные герои там могут минут 10 друг с другом трепаться, в каких-то умных вещах, и порой ты сам о чем-то задумываешься. В общем, тут этого очень мало, поэтому это тоже для меня как минус. В том же «Властелине» порой какой-нибудь «Рогор» мог с какой-нибудь «Телефикой» трепаться, там про любовь, там про житуху свою, там все такое. Но тут же этого нет, тут два слова оборонили друг другу героя, и все, дальше пошли рубить бошки этим морком. Все. Мало событий. Вот, еще один минус этого. То, что за весь фильм, по сути, в принципе, название фильма, так сказать, оправдывает то, что и в нем происходит. То есть, в нем реально весь фильм одно сражение. Все. Это мне показалось тоже не самым приятным во всем фильме. И вот, я уже говорил об этом вообще. Так, все, бумажка пошла проще. Но все-таки, если вы любите фэнтези, то фильм вам, само собой, я советую. Он такой легкий. А многие пишут как большой минус вообще всем частям фильмов по Толкину, что они очень длинные и затянутые. И, как по мне, это вообще не минус, потому что Толкин писал во всего этого «Властелина», «Хоббита», «Сильмареллион» 15 лет. То есть, понимаете, он писал так 15 лет, он все это продумал. Придумал языки, продумал народу там. Он очень много над этим работал. Я даже не могу себе представить, как он все это делал. И я думаю, что все это уместилось в 6 фильмов по 3 часа, и это вполне нормально. Тем более, для меня, так сказать, было, наоборот, даже немного обидно, когда вот все это кончалось. То есть, вот уже видим, что Бильба возвращается в шир. И мне даже как-то было грустновато, что сейчас эта прекрасная сказка закончится. Но еще раз говорю, что «Властелина» колеса, по мне, намного сильнее. Даже тот факт, что у третьего «Властелина» есть 11 Оскаров, я думаю, о многом говорит. Вот еще такой приятный нюанс, такой чисто для фанов, что концовка «Хоббита», она, кстати, плавно переходит в начало «Властелина колес». То есть, сразу же, я думаю, что тех, кто этот фильм любит, кто к нему испытывает некие теплые чувства, сразу захочет пересмотреть все части «Властелина». Также еще один минус, вот эта ошибка для сценаристов, в том, что мало юмора. Мало юмора. То есть, нет старого, доброго, улыбающегося Фродо, нет Сэму Эзагенш, который вечно всех поддерживает, нет этих двух Пиппин и Мэри, нет этого угарного Голума, над которым все издевались. В общем, ничего этого нет. То есть, у всех серьезные щи, пару там шуточек отгружает Бильбо и этот вот монобровный шестерка Бургомистра. В общем-то, и все. Это как-то немного грустно, это становится. И еще, это, честно, настоящая взрослая фэнтези. То есть, очень много убийств, очень много отрубленных голов, конечностей. Так что, если вы такой нежный человек, то вам это не советую тоже. Ну, а так, по мне, это, наверное, 7 из 10. Вот. Ну, окей. Такое вот кинцо. Я не знаю, что буду снимать дальше по «Властелин колец», но я думаю, Питер Джексон что-нибудь придумает, потому что все-таки есть какой-то сильмариллион. Я не особо знаю всю эту вселенную, но я думаю, что что-нибудь они замутят еще. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. И не болейте.